Лето 1944 года. С востока неудержимой лавиной движется Красная Армия. В Словакии, где у власти стояли фашисты, вспыхнуло вооруженное народное восстание. Политический центр город Панскобыстрица. Коммунистическая партия выходит из-под поля. К восставшим присоединяются части словацкой армии. За свободу Словакии в одном строю воюют чешские, советские, французские, югославские, польские и болгарские патриоты. Гитлеровцы, решив потопить в крови восстание, бросили в Словакию крупные тяжело вооруженные соединения. Над повстанцами нависла грозная опасность. Руководители восстания обратились за помощью к советскому правительству. Ставка разрешила начать наступление немедленно. Горы, леса, бездорожье. Действия танковых соединений, артиллерии осложнены. Тесня противника, советские и чехословацкие войска вышли к главному карпатскому хребту и в тяжелых боях овладели Дуклинским перевалом. Чехословацкие солдаты освободителями вступили на родную землю. Наступление советских войск возобновилось в начале 1945 года. Шли ожесточенные затяжные бои. Освобождена столица Словакии Братислава. Гитлеровцы выбиты из Брно, центра промышленного района Чехии. Близится конец войны, а Прага, столица страны, еще в руках фашистов. Пятого мая Прага восстала. Возглавили восстание коммунисты. Заняты почта, телеграф, телефонная станция, мосты через Вултаву, вокзалы, заводы. Гитлеровцы бросили на подавление восстание от танковой части. Седьмого мая положение восставших стало критическим. В эфир летит зов о помощи. Советское командование посылает войска на помощь Праге. Завершив стремительный бросок, советские танкисты на рассвете 9 мая ворвались на улицы Праги. В дни совместной борьбы с фашизмом родился лозунг «С Советским Союзом на вечные времена! С Советским Союзом и никогда иначе!» «С Советским Союзом и никогда иначе!» Продолжение следует...